В посёлке Пена Тверской области открылось новое хирургическое отделение в Центральной районной больнице. Вопрос назрел уже давно. С просьбой о помощи местные жители обращались к губернатору Тверской области Игорю Рудени. О результатах проделанной работы в нашем репортаже. Медсестра Любовь Матвеева работает в больнице с 1971 года. Показывает нам старое операционное отделение. В среднем отмечает, здесь проводили 100-120 операций в год. Сотрудницы обозначают, ремонт в помещении делали и не раз. Делали часто, косметические ремонты, вот как хорошо выложили кафель. Промотку, как бы, что-то делать. Здесь пока ещё находятся два пациента, но всю технику уже вывезли в новое помещение. Хирургическое отделение Пеновской Центральной районной больницы находится в здании ещё довоенной постройки. Оно уже давно требовало перевода в другое помещение. И вот теперь, после капитального ремонта, будет находиться здесь, в основном корпусе, на третьем этаже. Там провели капитальные работы, но, кроме того, обновили материально-техническую базу. Анестезиолог Алексей Зилов показывает то оборудование, с которым до этого работали четверть века. Техника надёжная, советская. В рабочем состоянии ещё возможно давать им наркоз. Как говорится, новая сломается, а это ещё будет работать. А это мы вытащим из подвала и будет работать. Понятно. Ну, с советской техникой многие говорят. В палатку его поставишь, и он будет работать, только подведи газы. Но, конечно, врач радуется новому оборудованию. Это, к примеру, аппарат для наркоза с приставкой для искусственной вентиляции лёгких. Теперь проводить операции будет легче. Современный аппарат и имеет испаритель для ингаляционного наркоза. То есть есть внутривенные препараты, а есть препараты, которые подаются через ингаляцию определённым способом. Более современный препарат – сиофлюран. Исполняющий обязанности главврача ЦРБ подчёркивает, новое отделение отвечает всем требованиям СанПИНА. Да и для больных созданы максимально комфортные условия. Большой оперблок, который состоит из всех необходимых комнат для того, чтобы проводить операции в новых условиях. Новое оборудование, стол новый операционный, бестеневая лампа новая с аккумуляторами. Она такая маленькая, несмотря на это, она очень хорошо светит. Всё обустроено на совесть. За ремонт в целом отвечала белорусская компания. А плитку, как в старом блоке, так и в новом, клал местный мастер. Его работа всегда сделана так, что комар носа не поточит. Виктор Сучков, да, такой умелец, который очень хорошо проводит все ремонтные работы и замечательно кладёт плитку. И в самых вот сложных местах мы всегда просим и доверяем только ему. После торжественного открытия медперсонал совместно с представителями власти осмотрели отделение. Исполняющий обязанности главы Пеновского района Владимир Морозов обо всём подробно рассказал. Ведь Владимир Фёдорович сам возглавлял медучреждение 30 лет. И лечиться всегда старался именно здесь. Ну, вы знаете, я всегда был патриотом своей больницы, своего района, поэтому я максимально всегда лечился в своей больнице. Когда я 30 лет назад заступил сюда главным врачом, у меня уже тогда появилась мечта сменить условия работы и оказания медицинской помощи пациентам. Я считаю, что мечта реализовалась полностью. В июне прошлого года больницу посещал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Тогда приняли решение выделить 10 миллионов рублей на капремонт третьего этажа и новую технику. Ведь потенциал района зависит и от медицины. Потенциал огромный. Это туризм, это наши дачники, которые с Москвы, с Санкт-Петербурга приезжают. Поэтому считаем, что очень хорошая перспектива, хорошее будущее, но будем наводить порядок. Помещение площадью 670 квадратных метров отремонтировали по самым современным стандартам. Кроме того, хирургическое отделение будет подпитывать новый мощный дизельный генератор в случае отключения электроэнергии. В целом, это еще один шаг, чтобы повысить качество медицинского обслуживания населения. Субтитры создавал DimaTorzok